Всем привет! Мы продолжаем играть в кредо. Я тут размышляю как нам лучше двигаться и я наверно двинусь вот сюда, заберу этот доспех, а потом двинем к артефакту. Не выдайте себя. Это задание у нас в другом конце поэтому без разницы на него пока. Плюс тут есть аббатство рядом, которое можно разграбить, даже не можно, а нужно, потому что нам в любом случае нужно улучшать как минимум еще два места, чтобы получать прибыль. Да, я пробегу пешком, не буду я бежать за лошадью, потому что смысла в этом нет. Посмотрим. И там еще. Нужно быть осторожнее. Что ж так не везет-то? ТОМЕ! Не вам их внимания. За идентификация! Не вам это плохо. ТОМЕ! Я отеляю тебя! что такое далеко что чисто из за того что очень далеко он не захотит нормально стрелять ладно сейчас ты сдохнешь сраные арбалетчики ты че лезешь не видишь убиваю пошли резать их так не хотел еще элитный опустошитель серьезно звучит очень пафосно честно скажу элитный опустошитель кельтский плащ принципе неплохо слушать кельтский плащ один опал ну тот пускай остается там так ладно пойдем дальше сейчас я выйду на дорогу призову лошадь и поеду к следующей точке это у нас артефакт какой-то там скорее всего там будет что-то наподобие карты карты сокровища имею ввиду потому что ну а что там еще может быть может маска будет хотя это честно очень маловероятно мне нужно найти еще то ли одну то ли две маски для того чтобы открыть там нужное место и плюс меня очень удивляет то что точка обзора не открыла вот эту часть меня это прям песен даже я бы сказал привет на нет действительно маска 16 метров нужно как-то вниз залезть тут что ли нет так сделаем перерывчик небольшой так мы немножко прервались будет склейка скорее всего поэтому вы увидите что так вы увидите склейку скорее всего так ладно неважно мне нужно протиснуться как-то внутрь где-то тут должен быть проходик давайте его поищу а вот слушайте вообще шикарно как говорится изи пизи для мансквизи корма каэх сын каэрпре макнейла умер в 495 году его деяния будут твой мать артефактов как нас рано шоу привычка у них это вот на какой-то территории две точки блин которые нужно посетить она какой-то все засрана этими точками вот еще один артефакт интерес интересное место давайте вот так потом вот так но я просто не знаю как по-другому двигаться тут тут везде вот как не двинься везде будет херово потому что все очень сильно разбросано через жопу разбросано в общем ладно не суть важно кстати у нас масок этих давайте посмотрим будем знать просто нас их 4 на 4 чего я могу типа я могу щит улучшить слушайте а ну да у нас же есть кельтский плащ кельтский плащ это хорошо мне в любом случае нужно выбрать другой набор какой-то доспехов потому что текущий меня не очень устраивает мне нужен набор доспехов который будет немного другим этот набор этот набор у меня урон ближнем бою возрастает по ночам что мне не очень удобно и дополнительное увеличение урон дальнем бою это хорошо но нам набор должен руны позже как тяжело и прокручивать такое чувство что я блин колесо кручу они руны так мне нужно боже все проклацал все что можно броня урон в ближнем бою и урон дальнем бою увеличивается при использовании комплекса павшие герои но у меня нет на ваших героев весь и всего комплекта наверное атака возрастает при получении урона дополнительного увеличения урон ближнем бою и устойчивость ближний бой нет броня возрастает если рядом с вами более двух врагов дополнительного урону ближнем бою нет атака возрастает после ворота дополнительно увеличивает урон в ближнем бою и уклонение неплохо но атака возрастает днем дополнительного увеличения урон ближнем бою и устойчивость горению нет урон дальнем бою временно увеличивается после после попадания по нет Вот это неплохо, плащ клана Ворона Как ни печально, но самый стандартный плащ лучше всего, блин Но мне не очень нравится стандартный набор Хочу что-то другое Сами понимаете, постоянно в стандартном наборе бегать тоже не очень интересно Ладно, возьмем что-то на дальний бой, наверное, опять же Потому что нам нужно увеличивать дальний бою Так, осталось 200 метров до этого и 800 до второго Получим все, что есть и отправимся дальше Опять же, тут закрытая территория, скорее всего, как обычно А нет, тут разграбленная территория Тут кого-то убили Судя по звукам, тут волки Где еще? Ну, они воют, раздражают на самом деле Тут книга Нига знания Изландский волкодав Улучшено Теперь у меня улучшенный волкодав Я его, конечно, ни разу не вызывал Как, в принципе, я вызвал эту Боже, скажите Зубатку, или как ее? Вы кастую Зубатую Ну, вы поняли, в общем, иконы Давайте ради припала посмотрим, что там за улучшение такое Призваем Ты просто Ты просто натравливаешь на врагов противника И все Стоишь дальше, смотришь, как он дерется Это было забавно Так, давайте краб Сейчас посмотрю, что тут есть вокруг А тут нихрена нет Мы вот так напрямик и ломанемся Да, у меня еще висят три задания, которые мне выдал по основному квесту Король Ирландии Мне нужно будет очистить три точки на карте Но они там дальше находятся Мы к ним дойдем, и я постепенно их зачищу все Тут у нас улучшалочка Улучшалочка, это хорошо Потому что мне нужно улучшить как раз доспехи Я улучшил себе щит И улучшил себе По-моему, я улучшил и не только щит Но и... да, и лук Я улучшил шок от смерти Попадание в уязвимое место восстанавливает здоровье Очень удобно, очень удобно Я мало этим пользуюсь, конечно Потому что большинство уязвимых мест Такие, что Креппопадешь называется Силита кольфрама Я так понял, тут система работает так Пока у вас там нет каких-то Двухсот Плюс-минус Мощи То свитки кольфрама не выпадают Потому что мне падали только А, вот тут можно было Не пользоваться стрелой этой Но уже не важно Я уже ее потратил Что-то тут еще Вот тут Хорошо В принципе Можем идти дальше Давайте смотреть, куда дальше нам идти А дальше у нас Вот так Вот так Но я сделаю по-другому Я не пойду пешком И не поеду на лошади Мы с вами Сделаем хорошую вещь Ты где? И почему ты там? Какого хрена, блин? Но они бы еще заспаунились В километре от меня Какого хрена вы тут заспаунились? Что за бред? Поднять порос Так И вот так поплывем возле берега Быстро дойдем туда, куда нужно Да и все Плюс у нас там набег есть Тоже Хочу повесить Всем привет Мы продолжаем открывать кредо Хотя кредо и против этого Потому что последний раз У меня вылетела игра Я сейчас заново Приходится вот это вот Развлекаться таким способом Вызывать дракар этот сраный Если она опять вылетит Я не знаю Я психанул И сегодня перестану записывать Так Дракар у нас приплыл Ну Выходим Поднять порос Не знаю кстати Почему она вдруг Ни с того ни с сего Потому что Ни нагрузки Никакой не было По сути Ни на комп Ни на игру Просто решила Что мне это не нужно Игра Я имею ввиду Так В принципе Мы по старому плану Двигаемся Двигаемся К точкам Которые на берегу Потом К Аббатству Разграбим Аббатство И двинем дальше Песенка Началась Расправь крылья Сюнина Можешь показать Что это Вот это вот Вот в чем проблема Сюнина В принципе Давай Тут можно набег Устроить Я даже не буду Париться Тогда Пойдем Устроим Этот сраный набег Ты серьезно Прыгучий Слушайте Так Ладно Копал Да что вы Зависли Блин Деритесь Косты Так Тут у нас Судя по всему Какая-то Подсказка А тут у нас Материалы Для улучшения Окей Препассы Для торговых посылок Как я и думал Что-то еще осталось Полезного Или Или не особо Здорово И куда ты Ломанулся Куда ты Убежал Что за Бред Мы нашли Все что хотели Пойдем Все что хотели Мы нашли Больше чем хотели Ну вообще Я понял Что тут Будет Как ее Называют Припасы Потому что Можно было Набег Устроить Если бы Не это Я бы Понял Мог бы Сам Все забрать Но Хорошо Что я На дракаре Приплыл Поправлять Пошли Сейчас я Мечу Новую Точку Нам В устье Нужно Будет Заплывать Потому что Тогда будет Тяжелее Устраивать Набег Но Я сделаю Вот так Я подплыву С этой стороны Вот тут Остановлюсь Заберу Что мне Нужно А потом Вернусь Тут конечно Дальше Немножко Чем Хотелось Ну ладно И песенку Я не послушаю Давай Продолж Тут у нас Еще одна Точка Какая-то Интересно Я надеюсь Что тут Последняя маска На самом деле Если да То хорошо Я с последней маской Тогда Управлюсь Уже Можно будет Управиться Точнее Кого-то Убили Убили Обезглавили Некрасиво Врагов Я тут Пока не вижу Ага Тут у нас Этот Свиток Какой-то Тут вообще Мертвый Просто валяется Что за херня Происходит Так А где свиток Свиток Вот там Ладно Рассказ О Кухулине Не забывайте Кухулина Сына луга Зверя Ультера Ульстера Точнее Пред кем Полутрусливый Конахт Помните Вечно Похищенный Обыкает Спасибо Получена Страница Ирландского Цикла Окей Спасибо Очень интересно Очень нужно И непонятно Как Войти Сюда Тут больше Вроде Ничего Нет Я больше Ничего Не вижу Ну и В принципе Хрен с ним Взяли Все что Могли Все что Не могли Не взяли Да и все Пошли В набег У нас там Набег Нужно Устроить Немножко От берега А то Будет Неудобно Больше Паруса Ё-моё Как его Шатает Этот Дракар Когда они Парус Ставят А вот И в принципе Аббатство Которое Я хочу Разграбить После Аббатства Вот так Смотрите Аббатство А потом Мы двинем К вот Этой Точке М Урон Аббатство Проход Гори Вон Досраные ваши бомбочки. Так, ладно. Четвером, блин. Со всех сторон просто. Одину души, а нам сокровище. Классно это? Классно. Вот главная проблема этой части, это то, что она рассчитана на драку вручным оружием. Меня это бесит, честно вам скажу. Меня это бесит, потому что мне не нравится вручным играться. Вручным неудобно. Она очень тяжелая. Зато, зато, он не дерется ним, а он машет просто, понимаете? Хватит стрекать. Давайте открывать. Мне тут нужна помощь. Хорошо. Нужно какой-то эффект кровотечения сраного, или что-то такое, знаете, чтобы добивать вот этих оставшихся на артном ТП людей. Потому что бесит. Так, тут мне поможет кто-то. Сюда, на помощь! Помогай. Хорошо. 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 Не достойно! Не достойно! 很好. Та твою мать! Чё ты ко мне пристал? Так, ладно. поднимаем я знаете что хочу сделать теперь у меня целое стадо собакок меня бегает я думаю это шикарно нужен помоги мне один защищает другой нападает то есть они не оба бегают возле меня один пошел в нападение сразу я не знаю где он он возможно даже уже кого-то загрыз а может его уже убили но факт в том что один пошел в атаку а другой а вон где рвет на запчасти то есть волк пас подручнее потому что волк дальше идет в атаку так там еще одна какая-то сокровище я его заберу в любом случае я его не оставлю а тем более это часть доспеха вы что шлем друида выглядит отвратно честно вам скажу ненавижу вот эту вот херню с черепами на лицах допустим наплечник с черепом он смотрится прикольно на лице это смотрится глупо глупо и странно да ладно каждому своем кому-то нравятся черепа на лицах кому-то прям это прям дико нравится хотя опять же от черепа к черепу есть разные черепа если это просто нарисовано то это может быть красиво если это вот именно просто кусок кости сделанный под шлем это странно и немного глупо серия ударов 3 по одному и тому же врагу восстанавливает здоровье неплохо урон в ближнем бою устойчивость к отравлению тоже неплохо кстати набор незримых урон от внезапных атак возрастает если прыгнуть и оставшись незаметным 10 секунд дополнительное увеличение урон от попадания в голову то что атака возрастает после уворота урон ближнем бою и уклонения дополнительный урон в ближнем бою урон в дальнем бою временно увеличивается просто после последовательных попаданий по там скорее всего кем-то одному человеку одной цели что такое нас это мало сейчас интересует кстати как видите очень мало наборов именно для увеличения атаки стальность с дальней с дальнего расстояния боже что с моим языком большинство рассчитано на ближний бой опять же потому что большинство боев тут рассчитан на то что вы будете драться в ближнем бою двуручным оружием чего я не делаю по крайней мере стараюсь избегать мне не знаю придется наверно брать какой-то более-менее на ближний бой что-то такое что пошли посмотрим что тут находится я понял что это испытание морганы или они это жертвоприношение окей я не знаю чем тут жертвовать но надеюсь ничем серьезным чё-то там 25 престижных алтарь морриган завершён привет так вот это потом вот это и вот это и вот это вот еще от как говна этих заданий на самом деле рассыпала но мне нужны точки быстрого перемещения поэтому давайте двинем но тут скорее всего будут опять же культисты и культисты боже а дети данные еще к напасть но детей да ну не вижу но что-то тут должно быть дайте данные стоит вояка еще один вояка вы развиваете что ли а ты что ты какого хрена на меня напал олень ты что вообще уже охреневший а я понял я всех перебил таким образом случайно ну ладно дети да ну эти они они всех там еще пара человек есть слушайте я думал что все а пау вояка это тоже мать Что-то я стал неаккуратно стрелять очень. Это была барышня, кстати. Удивительно. Я что-то думал, что среди них барышню только главные посты занимают. Но нет, видите. И на нижних уровнях есть парочка. Так. Окей, мне нужно задание выполнить. Вон там валяется. Идем за ним. Мне пришлось гнаться на этом датском псом от документов. Мерзавые. Боюсь, я бы закладывал, но мы тоже ушли на дно. Прикольно. Давайте посмотрим, где... О, вообще. В жопе мира, блин. С грамотами. Так, у меня 17 стрел. И я 13 стрел потратил никуда просто. Да, надо немножко прекращать расточительство. А нет, ты мразь. Ты мразь просто. Из-за тебя вот это вот... Или это вот ты? Ладно, все. Прекращаем эту херню. Едем по... Мы поняли полграмоты, чтобы открыть эту херню. Торговый пост. Так, напрямики херачим. Грамоты где-то. Гоббинс. Есть враги. Нет, но есть грамоты. Уже хорошо. Это заберем. Класс. Ключ на дне. Где он? А, вот там. Пошли. Пошли. Ракушка. Так, и грамота от торгового поста. Хорошо. В принципе, все, что можно, я собрал. Все, что нужно у нас есть. Грамоты есть. Теперь можно идти открывать торговый пост. Просто люди какие-то кого-то похоронили, что ли. Ладно, придется, наверное, пешком подниматься наверх. Потому что коняшка не сможет. Потому что коняшка не сможет. А, все так неудобно сделано. Надо больше, больше двигаться, чем нужно. Вот эти вот точки идут дальше. Давайте сначала закончим с... Сначала закончим с торговым постом. Откроем его. А потом двинем... Так ты издеваешься, что ли? В стартнике застрял. А потом двинем... В остальном направлении. Ну, давай, едь быстрее, боже. Что-то ты разленился. Поменяю я тебя, наверное. О, как сразу быстро начал гнаться. Хорошо. Еще один торговый пост. Давайте. 915 у нас есть. Я не помню, где. А, мы насобирали это в набеге точно. Сраные набеги, которые я забыл. Осталось 700. Давайте мы этот торговый пост, наверное, максимум развеем. Так, осталось 595. Так, и где еще одна? Всего лишь 70. Склад припасал. Нормально. Итого у нас получается... Ох ты, Бузя, погладим. Конечно, мы тебя погладим, маленький мой. Ну, ты моя, ты рада. Ох ты, Бузя, какой он классный. Ох ты, а он еще лезет обниматься. Ой, ты какая ты, блин, няшная шнешка. Так, ладно. Сколько у нас? 25 стрел. Нам нужно еще 5. Но тут нет. Ну, уже не важно. Что ты, Бузя? А еще тебя погладить? Давай я еще тебя поглажу. Ай да, погладить, а ты. Да, погло... А тебе, Бурь, а не погладить его надо. Ай, ты, погладить. Ай, ты, погладить. О, там еще одна стрела есть. Хорошо. А тут мы закончили, в принципе, с этим постом. Я только проверю его на наличие дополнительных этих... Дополнительного говна, которое называется. Так, знаете, вот эти вот. Тип-то. Ты кто и почему тебя подсвечивает? Или ты так? Типа, левый человек. Ну, я тут ничего не вижу. Я надеялся на какие-то свитки, знаете. Всякое говно, которое отсылает к... Детям Дану и все остальное. Потому что, ну... Есть такая привычка у разрабов раскидывать это говно где попало. Ладно. В принципе, мы с этим закончили. Давайте сюда. Очень долго приходится ездить, чтобы собрать все, что хочешь. Но, извините, пожалуйста. Если вам это неудобно, не нравится, вы не хотите видеть, или вам просто неинтересно, вы можете переключаться на следующие серии. Там будет сюжет дальше. Пока я не насобираю все это говно, не соберу, то я не успокоюсь. Потому что... Объясняю, почему. Я смотрю одного мужичка. Мужичка это, грубо говоря. Вообще он парень. Тоже плюс-минус моего возраста. Не важно. Не в этом суть. И он играет следующим образом. Он проходит только основные квесты. То есть основную сюжетку и максимум один-два дополнительных этих. Я так играю только в игры, которые мне вообще неинтересны и не нравятся. И то... И то стараюсь побольше захватить какого-то интереса. Почему? Объясняю. Потому что в конце, когда вы приходите к главному боссу, вы должны быть хотя бы как-то прокачаны. Чтобы для вас эта битва не казалась максимально неудобной. Чтобы вы могли хотя бы что-то, блин, ему сделать. И то, как видите, даже тут. Так, кучка сантанин. Собака умеет защищаться. Да что за херня с этой игрой? А, да твою мать, они камни бросают. Собаки бросают камни. А, ну да, конечно. Это, кстати, я бросаю. Абсолютно бессмысленно. Все? Ну, что я вам скажу. Они выбили с меня одну хилку, как минимум. Так вот. Он проходит, этот паренек, проходит игры только по основному сюжетному квесту. И максимум одну-две миссии, которые прям очень рядом находятся. И в какой-то момент, понимаете, он приходит к боссу основного сюжетки. А, то рыба была. К боссу основной сюжетки, и он не может ему ничего сделать. Или отлетает от него за пару ударов. Мне такое не очень нравится, честно вам скажу. Во-первых, очень неудобно. А, во-вторых, отлетать за пару ударов тоже, как вы сами понимаете. Ты не успеваешь ничего сделать. Ему приходится прокачиваться дальше. А как прокачиваться, если адреналин за скрытный, завершающий удар. Я уже не помню, что я хотел прокачать, понимаете. О, око севера, точно. Око севера мне, по крайней мере, нужно. Око севера прям нужная херня. То есть ты не вздрагиваешь, если тебя ударили. Не теряешь цель. Это очень хорошо. Так, теперь по поводу точки. Мы едем вот сюда, на эти две точки. Я там видел, там какое-то здание полуразрушенное. Я хреново знаю, что это, но какая-то крепость. И там, скорее всего, будут враги. Так вот, когда ты приходишь к боссу, а он тебя сносит с двух ударов, это не... Причем это, не знаете, не в стиле Dark Souls игр, а в стиле ты бестолочь. Все. Ну, то есть ты не можешь ничего сделать физически. Это когда есть игры, где локации разбиты по уровням, понимаете. И ты на низком уровне приходишь в локацию с высоким уровнем. И тебя там просто с одной плюхи любой стражник убивает. Так, ладно, это я уже не знаю, зачем сделал, но это с ним. Вот это вот такая вот херобора. О, тут книжка, слушайте, я не зря сюда пришел. Книжка эта не хранится. Не зря, не зря. Ну, я думал, это будет глупая херня, типа, пришел ради того, чтобы прийти, но нет. Вы видите, что тут есть, чем поживиться. Странный арбалетчик. Попробуй поймать, называется. Упал, например. У меня лук перестал нормально дамажить, вот что мне бесит. В том смысле, что я уже с одного удара убить не могу. С одной стрелы имеется ввиду. Ну ладно, получается. Но все реже и реже. Кто и откуда меня палит. Знаменосец. Я прям счастлив, что он, блин, тут есть. А, это было случайно. Не знаю, зачем я сюда пришел. Тут вроде ничего интересного. Чисто повыкашивать вот этих ребят. Чтобы они мне потом не мешали. Ну ладно, кое-что есть. Так, вон там что-то было. Так, вон там что-то было. Как-то так. Опять же, знаменосца я убил, потому что он один из сильнейших тут. Ну, неудобнейших, по крайней мере уж точно, бойцов. Это боец, который не дает вам нормально двинуться. У него огромный щит, который вы не можете пробить просто так. И у него огромный замах за счет копья, которое он знаменем зовет. Лады. Так, тут у нас пал, подобрать. Тут еще двое. Опять же, меня интересует в основном только книжка. Все остальное это такое. Но и... Ни хрена не забирать тоже не имеет смысла. Забираем все, что можем. Твою мать, откуда их столько еще? Это твой мать, арбалетчик спрятался. Родич. Родичи какие-то есть тут. Вообще, хрен поймешь, кто это такие. С чем их едят. Глядь, его. Насправить! Здорово, родичи. С чем их? В пешке я выпущу! Все, тут больше никого. Можно собрать. Собираем это. И вот тут что-то еще интересное. Тексты. Ну, не то чтобы прям нужное, но в принципе полезное. Так, тут у нас два пленных. Твою мать. Я не это хотел сделать. Я хотел присесть на самом деле. Так, руны. Стрелы. Сохранят тебя, боги. Спасибо. Пожалуйста. Ну, что там такое? Так, кто у нас остался? Вон там один остался. Давайте его тоже завалим. Давайте его по-ассасински завалим. Внезапной атакой. Мы клинком пользуемся очень редко. Но опять же, это все вина игры, а не наша. Потому что, видите, с луком легче проходить, чем с... С этим. С... С... Любым другим оружием, в принципе. С двуручником вообще не вариант. Драться против толпы. Вас заковыряют просто так. Все, кому не лень, вас заковыряют. Ну, опять же. Если вам очень хочется, то... То он запрещает. Берите и ковыряйтесь с ними. Это я на всякий случай. Ну, слазь. Пожалуйста, слазь. А вот и княженция. Для знаний, что у нас тут. Приветствую викингов. А, знаем мы эту херню. Опусти. Приветствую викингов. Я знаю эту херню. Это способность, когда ты хватаешь врага и бьешь его головой. Не то, чтобы она бессмысленна. Что за херня? Я не мог просто вот эту... Вот эту херамуру взять. А, я понял. Даже так. Это чтобы вылезти. Удивительно. А, в принципе, тут не нужна она. Так. И где-то еще что-то было. Или мне показалось? А, вон там что-то наверху. Давайте сходим, посмотрим. Десять предметов роскоши. Ну, в принципе, с этим мы закончили. Остается вот это место. Напрямик 300 метров, блин. А не напрямик, то... Хрен обойдешь. Ладно. В общем, что я могу сказать. Проходить игры... Можно двумя способами. Если вам очень... Да ты издеваешься, что ли, мрасть ты тупая? Я его продам нахрен. Честное слово. Я пытаюсь сесть, подхожу сбоку, а он от меня отворачивается специально. Нервов не хватает. Извините, пожалуйста. Я уже просто бешусь из-за того, что лошадь ведет себя как тварь, а не как лошадь. Так, кстати, что-то далековато. Это хрень. Тут спуститься можно? Ничего страшного с тобой не будет. Я вон дальше упал. Ну че? Может он из-за того, что я вот это вот прыгаю, ведет себя так? Тропа великанов. Звучит пафосно. Скажу честно. А, тут прям камни в этот... Красиво. Не знаю, что это за место. Есть ли оно в реальности. Если есть, то очень красиво, честно. О, тут кто-то драться хочет. Гибел великанша. Дайте, мы ее завтрак сидим. Или ужин. Стой, Дрэнк. Ты лишилась рассудка? Он сулил мне смертный покой. Хвалился, что победил множество. Теперь он сам мертв. Мертвее его не сделать. Я билась за славного Торгиста. И заслужила место в Альгале. Быть может... Конечно, давай. Почему я второго не могу вызвать? Печально. Ты сильнее остальных. Они сражались совсем скверно. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Ты что? Мадам. Не будьте стальсеролы. Я слабею и не знакомится. Это делает меня еще опаснее. Да шо ж вы сделаете эти сраные точки такими неудобными. Наконец-то, боже. Могало зовет. Но поддаваться я не буду. Не надо. Все, добиваем наверняка. Благодарю тебя. Я последняя и сильнейшая из Дрэнгов Торгиста. Того, кто спит на дне Лохнея. Я думал, их будет больше, а их двое всего лишь. Тот, что был на скале, и это. Великанша. Доспект героя дублина. Давайте посмотрим. Доспект героя дублина и что он нам дает. Доспект героя дублина. Набор герой дублина. Увеличивает урон в дальнем бою и урон от скрытых атак. Урон в дальнем бою и урон от скрытых атак. Дополнительно увеличивает. А это неплохо, слушайте. Может мне набор героя дублина собрать? Раз, есть. Раз, британца. Павшего героя. Нет, это павшие герои. Раз, два, три. То есть мне нужно еще два предмета как минимум из этого набора, чтобы этот. Так, давайте-ка посмотрим, куда нам лучше, а нам лучше вот сюда. Но это будет уже наверное в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok